Здравствуйте! Вообще это видео хотел сделать уже после выпуска видео про PlayStation 1, где я как раз таки эту самую вещь упоминал. Однако проект будет слишком большим, я над ним работаю еще, и чтобы на канале хоть какая-то активность была, я сделаю видео про приставку и CD-плеер, который называется Philips CDI. Давайте начнем! Philips CDI, или же Compact Disc Interactive, являлась мультимедийным интерактивным CD-плеером и приставкой. CDI также является названием стандарта для мультимедийных компакт-дисков, которые используют консоль CDI. Такой стандарт был разработан совместно с Sony еще в 1986 году, а выпустили плеер только в 1991 году по цене 700 долларов, это 43 тысячи рублей и 17 тысяч гривен. Конечно, производством этого плеера занималась не только Philips, но и компанией Magnevox, Goldstar, LG Electronics, Digital Video Systems и так далее. Казалось бы, Philips CDI должна быть неплохой как приставкой, так и CD-плеером, однако ситуация сложилась иначе. Было продано всего 570 тысяч копий этого плеера, и плеер сам провалился. Но извините меня, посмотреть ролик о VGN и потом после этого говорить, мол, приставка или же CD-плеер говнище, и при этом даже самому не попользовавшись эмулятором хотя бы CDI, и там попробовать что-нибудь сыграть или там воспроизвести, это, конечно, уже наглость. Есть у меня один такой товарищ, который насмотрелся о VGN, после чего у него теперь такое вот мнение. Но скажу я вот что, я посмотрел все три ролика о VGN про эту приставку, и у меня нихуя не сложилось мнение о ней. Я не стал ее называть дерьмом, да, у нее игры некачественные, прям вообще полный отстой, с этим я могу согласиться. Но в целом, это ж не только приставка, это целая мультимедийная машина. И как мне кажется, платформа не виновата, а скорее виноваты разработчики, которые создавали Зельду, Марио для Philips CDI. Вот тут разработчики отнеслись к играм несерьезно. И сейчас я расскажу преимущества CDI и, конечно же, недостатки. Они все-таки есть, их скрывать нельзя. Первое преимущество это то, что она уже работала с интерактивными дисками CDI. Audio CD, CD плюс графикс, караоке CD, видео CD и так далее. То есть можно было через CD диски как музыку слушать, так и видео смотреть. Однако для последнего нужно было использовать специальную карту, которая выполняла декодирование видео в формате MPK1. Второе преимущество это то, что Philips CDI была не просто плеером, а еще и приставкой, на которую можно было что-то поиграть. Ну и третье преимущество это то, что помимо игр, Philips CDI имел еще образовательные, музыкальные и развивающие программы. Согласитесь, это вполне неплохо и довольно интересное решение. Ну и переходим к недостаткам. Конечно, этот недостаток присутствует не на всех моделях, но все же он есть. Это то, что Philips CDI пи***ц какая огромная, даже больше, чем наверное Atari 5200. Конечно, не намного, но все же. Если эту громадину сравнивать с 450 моделью, то это вообще малышка по сравнению с ней. Вообще не понимаю, зачем надо было такую большую приставку делать и CD плеер. Я реально не знаю. Ну и второй недостаток крайний это игры. Потому что игры в этой приставке или CD плеере говнище ссаные. С этим поспорить я не могу, потому что игры действительно были плохие и некачественные. Тем более, что их даже разрабатывала не сама Nintendo. Их разрабатывали совершенно другие разработчики, о которых я ничего не знаю. Вот как-то так. Я все равно считаю этот CD плеер неплохим. Это еще при том, что я у нее выделил три преимущества и два недостатка. Я бы, конечно, хотел купить себе этот плеер и протестировать его. Но, правда, цены кусаются на eBay и вообще заказывать там с другой стороны мне не хочется. Это геморрой. Ладно, я не буду материться больше. Давайте перейдем к самим моделям Philips CD-i. Моделей CD-i существовало очень много. Это 200 серия, 300, 400 и 600 серия. 200 серия предназначена только для остальных потребителей. 300 для профессионального рынка. 400 только для консольного и образовательного рынка. А 600 для профессиональных применений. Там, скажем, разработки, программного обеспечения или там чего-нибудь другого. Была модель 910, которая была американской версией CD-i 205. А были и те модели, которые трудно было отнести к какой-либо категории. Вот так. Характеристики Philips CD-i были следующие. Процессор Philips SCC68070. Это 16-разрядный процессор, который имел архитектуру CISC и имел ядро моторого 68K. Частота процессора составляла около 15,5 МГц. Видео. Разрешение от 384х280 точек до 768х560 точек. 16,7 миллионов цветов отображается одновременно до 32,768. Для воспроизведения видеофайлов используется MPEG-1 Cartridge Plug-in. Название графического чипа Philips CD-i мне неизвестно. Оперативная память 1,5 МБ. Односкоростной CD-привод и 8-канальный ADPCM звук. В качестве ПО используется операционная система на базе Microwaves OS 9. Это CD-RTLS. Вот как-то так. Саму операционку я не могу показать в силу отсутствия изображений в интернете. Однако могу вам показать кое-что другое. Да, это начальная заставка Philips CD-i. Вот так. Про игры CD-i я еще не все сказал. Да, я упомянул Хотел Марио и серию Зельда. Однако это такой отстой. Я про это не то чтобы рассказывать буду в этом видео, а даже показывать это. Если вам все-таки интересно, то можете посмотреть видео от AVGN-а там или от других каналов, если вам все-таки действительно интересно. Но я не буду. Потому что, во-первых, мне лень, а во-вторых, это убожество я не хочу видеть. Мне уже роликов о AVGN хватило, где это все было показано. Однако, все же для себя я нашел одну игру интересную. Называется она Arcade Classics. Однажды, когда я для себя хорошую игру для CD-i искал хоть одну, потому что я думал тогда, ну блин, не может же быть такого, что все игры плохие. Я наткнулся на сборник, состоящий из классических игр 80-х годов. Там было всего три игры, но они достаточно интересные. Это Galaxian, Mrs. Pac-Man и Galaga. Серьезно, когда я посмотрел видео на ютубе, мне очень понравился сборник. Скоро я скачаю себе эмулятор и буду в это гамать. Тоже вам советую. Был еще один последний проект для CD-i, вышедший в 97-м году. Это Atlantis The Last Resort. Честно признаюсь, в это я хотел поиграть изначально. И когда я посмотрел, как она выглядит, я немножко офигел и понял, что эта игра не для меня. Вот реально не зашло. Да, можно поиграть в эту игру, но все же, она так себе, увы. Последняя у нас это эмуляция Philips CD-i. Поскольку приставка была не очень популярна, то и соответственно эмуляторов было тоже сделано очень мало, даже слишком мало. Могу перечислить только три. Это CD-i эмулятор и CD-i, версия от 26 июля 2001 года. Ссылку на них я оставлю в описании, можете попробовать, скачать там, посмотреть. Однако недавно на форуме mln.net я все же нашел интересную разработку, новую. Называется Tiny CD-i. Это эмулятор, основанный на другом эмуляторе MES. На форуме люди даже написали, как правильно настроить эмулятор, поэтому я тоже оставлю ссылку в описании, можете скачать и посмотреть, по инструкции все настроить. А на сегодня это все. Это все, что я хотел рассказать сегодня о Philips CD-i. И честно говоря, может быть кто-то будет дальше продолжать говорить о том, что это все равно дерьмище, которое не имеет права на существование. Однако я не совсем с этим могу согласиться. Все-таки для меня это был интересный проект, и он меня даже удивил своими возможностями. Проблема не в самой платформе, а скорее в ее играх. Их было очень мало, и они были некачественные. Я выделил сегодня лишь только одну игру, которая была хорошая, действительно хорошая. Вот как-то так. Всем удачи, всем пока. Хотя, это еще не совсем конец. Сейчас один единственный Соника фан из города, находящегося очень далеко от моего, скажет. Пауэр Дженни, ты ведь и так знаешь, что геймпады Philips CD-i попросту непригодны для экшн-игр. Либо у них жесткая крестовина, либо они пульт от моей жопы, либо они х** пойми что. Короче, дерьмо. Кстати, да, есть еще один недостаток. Я его забыл помянуть. Геймпады полный отстой.